Имам Али огромную милость проявлял своему врагу. Больше всех ему проявлял уважение, доброту, дарил подарки. Как Имам Али, когда был ранен, он начал с ним общаться, первый с кем он начал общаться со своим врагом. Он говорит, разве я не дарил себе подарки? Разве я не проявлял к себе любовь так, что даже другие сподвижные не говорят, ты ему уделяешь огромное внимание. Имам Али знал, зачем он это делает. Имам Али говорит, клянусь Господом Каабы, я освободился в эту ночь, он говорит. То есть я остался в религии, я остался верующим, я освободился. И раненый наш повелитель правоверных в таком состоянии его Хасану Хусейн ведут к дому. Представляете эту картину? Повелитель правоверных в том возрасте, в котором он находится, раненый не может идти. Он направляется в сторону дома и говорит Хасану Хусейну к лужу дома. Хасан, Хусейн, поставьте меня на землю, я сам хочу дойти. Почему, о повелитель правоверных? Потому что Зейнаб, я боюсь, что увидит это. Я боюсь, что Зейнаб увидит меня в таком состоянии. Я переживаю за свою дочь Зейнаб. О повелитель правоверных, я Амир Алмуменин. Ты переживал за сердце своей дочери Зейнаб в тот момент, потому что она увидит одну рану. Ля йом ка йом ка йом ка я, Абу Абдуллах. Нет дня подобно твоему дню, Абу Абдуллах. Когда госпожа Зейнаб видела на ее глазах ни одну рану, ни две, ни три. На ее глазах разрезали ее родного брата, любимого Имама Хусейна. На ее глазах разрезали и убивали ее детей, ее племянников, ее братьев. Она видела не одну рану и отправляется за Имам Хусейном, за головой Имама Хусейна. От Медины до Киарбалана отправляется за ним. От Киарбалы до Шама отправляется за ним. Если человек, или человек, или человек, один человек, или человек, или человек, или иди Billiken, в его доме, наше двор Продолжение следует... 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 Продолжение следует...